Бутер-брутер О заторах на дорогах информации нет, потому что там все более-менее спокойно. Правильно? Так и есть. Поэтому можем мы перейти к нашему розыгрышу. Радио Минска вместе с Минским городским управлением МЧС Беларуси напоминают, что сейчас проходит акция, которая называется «Не оставляйте детей одних». Не оставляйте. Акция направлена на снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей. И до 1 июня в честь Международного дня семьи и Дня защиты детей эта акция будет длиться. Так что если вы до сих пор еще не вчитывались в правила, как с маленькими детьми себя нужно вести в плане безопасности, то я советую вам эти правила изучить. Тем более, что по этим правилам у нас будет дополнительный вопрос. Но это будет только с тем человеком, который первым правильно ответит на наш основной вопрос. Пришлет СМС в студию, мы ему перезвоним и зададим дополнительный вопрос с тремя вариантами ответов. А сегодня вопрос будет у нас о детской железной дороге. Я думаю, что многие меньшане с детьми, да и гости нашего города, на этой детской железной дороге бывали. И если не бывали, то очень рекомендую там... Ну, вот чувствуешь себя как в рассказах Свифта про Гулливера. Вот, ну, действительно, маленькие вагончики. Детям нравится. А ты большой такой. Да, маленькое расстояние. И вот как раз-таки про расстояние мы и хотим спросить. На 9-2-4-0, это наш телефон для СМС-сообщений, номер телефона, нужно отправить правильный ответ. А вопрос заключается в следующем. Сейчас очень быстро. Сколько станций на детской железной дороге? Оп, оп. Сколько станций? Пишите. 9-2-4-0. Человек, который первым назовет их количество, мы вам перезваниваем и задаем дополнительный вопрос. Итак, сколько станций на детской железной дороге? Ждем ваши варианты ответов. 9-2-4-0. Радио Минск. Радио Минск. Продолжаем мы нашу раздачу слонов. Ну, вернее, пытаемся вручить слушателю или слушательнице подарок. Задавали вопрос, получили правильные ответы. И первый правильный ответ дала наша слушательница, которую зовут Юлия. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Юлия, спрашивали мы про детскую железную дорогу. Вы давно там бывали? Ну, достаточно давно, да. А вы барышня с детьми или просто знаете? Нет, я с племянниками. С племянниками были. Хорошо. Юлия, итак, сколько станций на детской железной дороге? Ну, по моей памяти, три. Это Заслонова, Пионерская, Сосновая Борка. Абсолютно верно. Три станции. Заслонова – это начальная и конечная станция. Есть Сосновая Борка, где, кстати, можно выйти прогуляться. Там так птички поют. Я помню, в прошлый раз был. И станция Пионерская, она считается технической станцией в том числе. Так что, все верно. Три станции на детской железной дороге. Юлия, у нас следующий вопрос будет про детскую безопасность. Потому что подарки у нас от МЧС, от Минского городского управления МЧС Беларуси. И связаны они с акцией, которая называется «Не оставляйте детей одних», ну, чтобы сократить количество чрезвычайных ситуаций с участием детей. Вы своим племянникам сказки читаете? Ну, читала раньше. А может, знаете, какие у них любимые сказки? Знаю. Это не сказки, это книжки по мультикам. А, вот. Качек. Вам, знаете что, книжки по мультикам, вам будет проще. Потому что у нас с мультфильмом и с одной такой сказочной историей связан вопрос. Вы готовы? Три варианта ответов будет. Готовы. Так вот, речь идет у нас в вопросе о советском мультфильме по мотивам стихов Маршака. И в этом мультфильме из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления был уничтожен целый дом. Представьте себе. Спрашиваем мы, как называется этот мультфильм. Три варианта ответов. Итак, это муха-цикатуха. Это кошкин дом или это Федорина горе? Это кошкин дом. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Кошкин дом. Вот мультфильм учит не только тому, что нужно помогать ближнему своему, но еще и о том, что нужно правильно эксплуатировать печное отопление. Юлия, племянникам кошкин дом нравится? Знаете, не знаете? Это мне очень нравится. Вам нравится. А у него же, кстати, есть две версии. Вам какая нравится? Или вы только одну смотрели? Нет, я смотрела все, но кошкин дом, а больше всего просто кулаши. Хорошо. Юлия, вам достаются подарки от Минского управления МЧС, городского управления МЧС Беларуси. Оставайтесь на линии, расскажем, как их получить. Продолжение следует.